Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель! Сегодня, по вашим многочисленным просьбам, в очередной раз я расскажу вам о том, как прорисовать ягодичные мышцы и бицепсы бедра. А точнее, как сделать, чтобы бицепс бедра отделялся от ягодичной мышцы одной красивой, четкой линией. Это не волнообразно, попа переходила в ножку, да? Это касается девчонок, в первую очередь. И сегодня я вышел к бассейну в такой вот необычный формат. Раньше я этого не делал, чтобы не говорили, что понтуюсь, хвастаюсь. Но, думаю, хорошей жизнью можно похвастаться и попонтоваться, да? Особенно тема схожа с приближающимся летом. Я, слава богу, живу постоянно в лете, постоянно на позитиве, на солнышке. С одной стороны у нас океан, с другой стороны у нас Мексиканский залив. Милости прошу всех в гости. Вы знаете, мои подписчицы приезжают. Я совершенно бесплатно провожу тренировку, консультацию в своем зале. И сделаю это для вас, если вы приедете и потренируетесь вместе со мной. Итак, мальчишки и девчонки, а конкретно девчонки. Сначала затронем тему основных ошибок, которые вы совершаете по своей, а зачастую и чаще всего по причине безграмотности современных инструкторов. Псевдоинструкторов. Сейчас, вы знаете, в инструктора берут кого попало. По знакомству или просто по необходимости. Грамотных, хороших специалистов очень и очень мало. Первая ошибка, девчонки, которую вы делаете. Пьете мало воды. Ни жидкости, ни чай, ни кофе, ни, боже упаси, соки. Неважно, свежевыжатые или из пакета. А именно, чистая водичка. Как минимум, 2 литра воды в день. Да, 2 литра воды необходимо выпивать. Почему чистая вода? Да по той простой причине, что все наши процессы в организме, будь то набор мышечной массы или жиросжигание, похудение, происходят именно при содействии воды. Даже сушка. А сушка, вы знаете, кто смотрит мой канал и считает мои статьи, что это всего лишь 10 дней максимум перед соревнованиями, которые проходят спортсмены. Называть похудение и жиросжигание сушкой просто безграмотно, глупо и смешно. И вводит многих в заблуждение. Так вот, даже сушка, избавление из организма жидкости, ну ни в коем случае, если мы говорим о спортсменах, не лишней, а лишней с точки зрения эстетического понятия красоты и того, той формы, которую нужно спортсмену продемонстрировать на соревнованиях, выходя на сцену. Так вот, даже выгоняют воду с помощью воды. Есть специальные методы, они в принципе широко известны. Если вы пьете мало воды, то у вас не будет процессов жиросжигания. Наоборот, процесс жиросжигания будет замедляться, замедляться и остановиться. Это первое и самое основное, о чем я хотел вам сказать. Вторая ошибка. Это много, много, чрезмерно много и вообще присутствие в ваших тренировках классического кардио. Да, не удивляйтесь, если вы не выступающий спортсмен, и даже если вы выступающий спортсмен, сейчас мы это видим на примере очень многих, особенно я разговаривал непосредственно после Арнольд Классик с Виталием Фатеевым в этом году, да и многие другие спортсмены, приходят к тому, о чем я говорю вам уже давно. Классическое кардио пережигает больше мышечной массы, нежели жира. Помимо того, вызывает сумасшедшее чувство голода. И на самом деле оно замедляет процессы метаболизма, потому что убивает центральную нервную систему. А когда у нас центральная нервная система забита, убита, то все процессы в организме тоже останавливаются. Мы впадаем в состояние тупости, по-другому этого не назвать. И вы все прекрасно знаете, как хочется жрать, сумасшедше жрать после классического кардио. Следующая ошибка – это мало силового тренинга. Да, если вы делаете много классического кардио и делаете мало силового тренинга, то вы потеряете очень много мышц. Если же вы делаете классическое кардио еще и после силовой тренировки, это вообще убивает все и сводит на не все ваши старания. Если вы совмещаете классическое кардио в один день с силовой тренировкой, это тоже ничего хорошего. У меня много девчонок, многие готовятся к соревнованиям, хорошо входят в форму, занимают достойные места. Танюшку вы тоже видите, я тренирую. Мы не делаем классическое кардио вообще, только как заминку и как разминку перед силовой тренировкой. И посмотрите, форма у всех просто прекрасная, замечательная. Жир уходит, мышечная масса остается. А не забывайте, что чем больше мяса у вас, тем меньше жира. И именно мясо делает вас, девчонки, красивым. Когда мы говорим мышечная масса, многие девчонки пугаются, но не нужно. Ни кости с кожей, ни жир не делают вас красивой. Красивой на века до гробовой доски в прямом и переносном смысле делает вас силовая тренировка. Конечно же, при грамотном питании. Это следующая ошибка. Диета. Диеты, друзья, только для больных людей. Мы с вами здоровые в прямом и переносном смысле люди. Как психически, так и физически. Никакая диета нам не нужна. Нам нужны основы правильного питания, которые необходимо придерживаться постоянно. И ни в коем случае нельзя занижать бездумно колораж. Ни в коем случае нельзя отказываться от углеводов. Конечно, нужно убирать из своей пищи пищевой мусор. Не питаться фастфудом. Ни в коем случае, никогда, даже если вы делаете читмилы, не есть это говноеду, извините за выражение. Этот пищевой мусор оставьте глупым и бедным. В Америке в Макдональдс ходят только беднота, черные, ну и те, кому плевать на свое здоровье. Люди, которые хотят гамбургеры, едят в других местах. Да, в Америке тоже есть гамбургеры, они тоже вкусные. И они из настоящее. Так что, друзья, питание это то, что будет прорисовывать ваши мышцы. И это касается пресса. Не нужно тысячами и тысячами повторений качать пресс и надеяться, что он станет рельефным. Рельеф это вопрос не столько тренинга, сколько грамотного, правильного питания. Но ни в коем случае не диета. Какие же упражнения необходимы для того, чтобы идеально прорисовать ягодицу от бицепса бедра? Все логично и просто. Приседания, становые тяги, румынские и дедлифты. Чем отличается становая тяга от румынской тяги? У меня есть статьи, есть видео, больше часа, чем вообще все тяги отличаются. Настоятельно рекомендую вам ознакомиться с ними. О чем еще хочу сказать? Когда вы прокачаете свои ягодичные мышцы, они у вас поднимутся. Попка поднимается только от глубоких приседаний, широкой стойки. Почему в широкой? Да именно так можно легко присесть глубоко, задействуя по максимуму бицепсы бедра и ягодичные мышцы. Не как иначе, оставьте узкую постановку ног для парней, которые хотят исключительно перенести нагрузку от приседа или отжимов ногами на квадрицепсы. Вам же, девчонки, этого не нужно делать. Квадрицепс будет получать свою долю нагрузки. И никогда не делайте разгибания ног. Вам, девчонки, это не нужно. Достаточно тех упражнений силовых, которые мы делаем. Когда вы достаточно разовьете в себе силу, ягодичные мышцы у вас приподнимутся. Кстати, поднимаясь, ягодичные мышцы и уберут так называемые ушки. Только так можно убрать эти ненавистные всем вам уши. Хотя я знаю многих парней, кому они нравятся. Честно говоря, у меня они не вызывают никакого сексуального влечения. Мне кажется, это некрасиво. Приседайте глубоко, поднимайте ваши ягодичные мышцы и пока уши уйдут. Точно так же приседания это лучшее упражнение на внутреннюю часть бедра. Не нужно делать вот эти бесполезные сведения ног. Не тратьте свое время. Не обманывайте себя и свое тело. Шикарнейшее упражнение для построения красивой фигуры, для полного комплекса мышц ног являются выпады. Силовые выпады со штангой в ходьбе. Именно в ходьбе, когда вам подают штангу или вы снимаете ее со стоек и двигаетесь вперед. По 10 шагов вышагиваний на каждую ногу в идеале. Отдыхаете минуту и возвращаетесь обратно. 5 подходов таких ягодиц и бицепс бедра будет у вас просто отваливаться. Я надеюсь, вы уловили основную мысль. Чтобы отделить бицепс бедра от ягодичной мышцы, необходимо сначала накачать эти мышцы. А чтобы была красивая одна линия между бицепсом бедра и ягодичной мышцей, необходимо грамотно составленный рацион питания. Друзья, все это вы можете получить абсолютно бесплатно в моих статьях на сайте hmgym.ru. Те же, кому лень составлять себе графики тренинга, хотя у меня там же в статьях на 2 года минимум расписаны программы начального уровня. Я всех приглашаю в свою закрытую группу. Нас там уже 121 человек. Все мы получаем большую пользу, общаясь между собой, как и на кого воздействует та или иная программа. И не забывайте, что в группе дается программа для парней и для девчонок на каждую мышечную группу и по принципу периодизации, основанном на различном типе мышечных волокон. Такого вы больше не получите нигде за такие смешные деньги. Ну что, друзья, давайте отдыхать, тренироваться, грамотно питаться и просто наслаждаться жизнью. Всем пока! Еще раз приглашаю всех вас к нам во Флориду. Увидимся в тренажерном зале. Кто живет в России, рекомендую к употреблению шикарные батончики от российского производителя. Разнообразие вкусов и результат вам гарантирован. Подписывайтесь на канал моего друга, который тренирует своего сына. И вы узнаете, как грамотно развивать своего ребенка психически, физически, с самого раннего возраста.